Дорогие братья, сёстры, друзья, гости, хотел обратить наше общее внимание на историю, которая произошла 3200 лет назад. Примерно 3200 лет назад произошла история. События, они развивались не вот прям вот в эту дату, они... Это событие охватывает примерно, наверное, может быть, лет 12, а может быть, 15. Чем знаменательны это события? Оно знаменательна тем, что она показывает, что человек во время горя выбирает опору для своей жизни ту, с которой он жил раньше. То есть то, чем он жил раньше, чем был движим, и во время горя, и переживаний, и скорбей он выбирает то, чем жил раньше. И если это верная опора, то те люди, которые рядом во время этих событий, они тоже проверяют, надёжна эта опора или нет, стоит на это надеяться или нет. Это история Руфи. Это история Руфи на имени, и история Бога, которая показывает, что надеяться можно только на Него. Больше не на кого надеяться. И вот в этой истории, я думаю, кто не читал, вы можете найти, это книга Руфи перед книгой Царф. Если у вас нет Библии, возьмите Библию, прочитайте. Эта история, она просто ошеломляет тем, что она показывает Бога, она показывает безнадёжных людей, которые уповая на Бога, жизнь, судьба, и всё в жизни этих людей меняется. «Был голод в земле Израильской». Но прежде давайте прочитаем текст. Это Руфь, 2 глава, 12 текст. Руфь, 2 глава, 12 текст. «Да воздаст Господь за это дело Твое, и да будет Тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому Ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами». Этот текст, он будет нас сопровождать, или этот текст, он будет, можно сказать, ответом или выходом, который предлагает Бог. Сказал эти слова Ваос, но он сам не знал, как Бог будет использовать его в этой истории. Он сам не знал, как Бог произведёт этот ответ. Он ничего не знал. Но в это самое время он проанализировал жизнь этой женщины, этой молодой женщины Руфи, вдовы, и вдруг у неё в сердце рождается вот это такое благословенное слово. Он говорит, да поможет, да воздаст, да благословит Тебя Господь. Случилось, что во времена правления судей народ жил в Израильске каждый по своим чувствам, каждый по своему настроению. Не по слову Писания, не по слову Божию, не поискану, а просто, мне кажется, правильно вот так. Время такое. И вот они жили так, и так, и так. Богу это не нравилось. И Бог послал голову в эту землю. Эта семья, она имела хороший достаток, и они понимают, что здесь всё будет плохо, надо уходить. И они перешли в другую землю, в ту, которую Бог тоже не особо им повелевал. Они перешли в землю Моавицкую. И прожили там 10 лет. За эти 10 лет умирает их отец. Умирает отец. Нет, там не 10 лет. Я точно не знаю, даже не знаю, сколько они прожили. Умирает их отец в этой земле Моавицкой. И сыновья берут жен. И прожили они вместе, сыновья с этими женами и моавитянками, 10 лет. Детей у них тоже не было. И вдруг приходит время, умирает и эти сыновья. И один умирает, и другой умирает. И вот, когда умирают эти сыновья, Наиминь, она уже женщина в годах, потерявшая мужа, потерявшая двух сыновей, она говорит своим невесткам, вернитесь в свой дом и устроите свою судьбу там, где вы живёте. Здесь, в Израиле, вам перспектив никаких нет, выйти замуж, что кто-то обратит на вас внимание. Сыновей уже у меня нет, которые могли бы вас взять замуж. Ну, бесперспективно вам возвращаться. Оставайтесь, вернитесь в дом отца своего и будьте там. И одна из них, она переживала, плакала, скорбела, но она вернулась. Потому что Наиминь им говорил прямо, перспектив вам устроить свою жизнь нет, вернитесь в дом своих родителей, и там ваша судьба будет устроена. И она их прямо убеждает. И Орф, она плакала и вернулась. Руф переживает, скорбит, говорит, не убеждай меня, не убеждай меня, я не пойду, я не вернусь в свой дом, я не вернусь, я хочу остаться с тобой. Почему? Они такие слова, куда ты пойдешь, туда я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Она утверждает исповедание своей жизни. Причем, дорогие братья и сестры, это новое исповедание. Это исповедание, которое не пришло к ней с детства, не пришло с молоком матери. Там, где она жила, там поклонялись идолам. Там, где она жила, поклонялись идолам настолько, что они могли приносить в жертву своих детей. И они это делали. И там все вот этим язычеством настолько было пропитано, что не было такого, чтобы в горе какое-то переживание. Люди во время горя, они теряли ум, теряли все. И вот здесь, когда она вышла замуж за одного из сыновей на имени, она вошла в эту семью, и она начала смотреть, как переживает горе в этой семье, где Бог есть. Она стала смотреть там, где горе, переживание. А что этот Бог, этого народа израильска, что он может сказать? Можно ли надеяться в горе, в переживаниях на этого Бога? И смотря на жизнь на имени, она поняла, что можно надеяться, когда больно, когда тяжело, когда неразбериха, когда отчаяние, когда кажется, ну все, все проклятия неба сыпятся в твою конкретную семью. И финансово, и эмоционально, и горе, и смерть все разрушает, разрывает тебя, не на что надеяться. А вдруг она смотрит на эту женщину и смотрит, что она почему-то надеется на Бога. И она, когда выбирала, она захотела надеяться тоже на такого Бога. Она тоже хотела иметь Бога своим Богом, и она это исполняет. Твой Бог будет моим Богом. Я хочу быть рядом с тобой, потому что ты знаешь Бога. Сначала она говорит, я хочу быть рядом с тобой, я хочу умереть с тобой. И она потом говорит, причина, почему она хочет быть рядом с этой женщиной? Потому что она богатая. Потому что она из великого рода. Потому что у нее отец там какой-то знаменитый или что. Нет, потому что она знает Бога. Она говорит, твой Бог будет моим Богом. Зовут этим словом. Будет, знаете, это отказаться от всего, чем ты жил раньше. Отказаться от своего представления, своего опыта, своего каких-то прошлых установок жизни, какого-то своего фундамента. Ты переходишь на новую платформу твердой скалы. Но это тяжелый переход. Это все забыть, от всего отказаться. Но когда ты рядом видишь того человека, который знает Бога, тогда это возможно. И так вот Бог устраивает в нашей жизни. И сегодня эта история продолжается. Бог хочет видеть в нас тех людей, которые стоят на платформе, где Господь. И чтобы люди, которые рядом с нами, говорят, я хочу, чтобы твой Бог стал моим Богом. Я хочу, чтобы там, где ты, чтобы в кризисной ситуации, в трудные минуты, я тоже хочу надеяться на Бога, потому что я вижу, как ты надеешься. И вот здесь Руфь, она надеясь на Бога, меняя свою установку жизни. Вот этот кризис жизни, который пришел, если она идет. Что ее ждало? Ее ждало бесперспективное будущее. Но вряд ли бы кто-то ее взял замуж. Почему? Потому что она была из другого народа, и по закону Божьему нельзя было жениться на этом народе, потому что эти предки этих народов, они шли против Израиля. Про отцы, они враждебно относились к израильскому народу. И Бог сказал, до десятого рода не может он войти в общество израильское, потому что они были те, которые противились, которые делали злое. И вот теперь потомки все, они обречены на это. И она знала на это, не знала, но шла. Почему? Потому что она знала, что рядом тот человек, который знает Бога. И вот она приходит в то место, где нужно теперь устраивать быть. Средств существования нету. Надо как-то жить. Нужно искать работу. Она выбирает работу. Она выбирает такую работу, которая самая низкооплачиваемая. Что она выбирает? Жатва ячменя. Идешь, когда все собирает, когда большое же... Вот тут колосок упал, там травинка валяется, там половина колоска валяется, там несколько зерен. И она вот выходит, я говорю, пойду, буду собирать. Нам надо жить. Нам надо как-то существовать. Она могла сказать, найми, но почему ты не молишься? Ты же знаешь Бога. Где твой Бог? Почему наши родственники такие? Смотри, какие они все обеспечены. Почему они нам не дадут денег? Почему они не устроят судьбу? В конце концов, ты вдова. Где законы Бога Великого? Почему? Какая несправедливость. Да все вы одинаковые. И ваш Бог, это все красивые слова. Не работает ваша вера. Не живой ваш Бог. Она такого не сказала. Она взяла и пошла на самую низкую плачевую работу. Безропотно. Самую низкую работу берет и делает. И с самого утра до самого позднего вечера принесла, собрала горсть, выколотила и принесла. А что на нее смотрели? А, вон, смотри, пришла та. Десять лет прожили, у них даже детей нету. А вон та пришла, вон эта чужестранка. Как они вообще ее выбрали? Могли бы своих девчонок взяли, взяли эту. Да что это? Куда смотрели? Куда думали? Смотри, а вот она идет. Она же пришла. Она ни на кого не смотрела. Говорит, где найду благоволение там? Погонят здесь, пойду туда. А погонят здесь, буду там. Буду собирать, буду работать. И она работала с утра до вечера. Работала и работала и работала. И знаете, люди смотрят, смотри, она работает. Они ничего не видели, не слышали, что она говорила. Они видели, что она работает и уносит своей свекрови. И вот настал такой день, она убирает, она работает. И вдруг приходит господин этого поля, богатый человек. Это его все поле. Он приветствует своих работников и спрашивает, что это за новый работник? Мы же такого не нанимали. А говорит, да это вот та женщина, это наименее невестка. Руфия зовут. Он говорит, да ты что? И он говорит, а что это такое? Интересно. То есть этот маленький город, они уже теперь все узнали, что у наимени ничего нет, кроме этой чужестранки невестки, которая бесперспективна. Но у нее есть такое качество, она работает. И этот воус думает, надо познакомиться, что это за человек такой? Что он дальше говорит? И слуга, приставленная к жнецам, отвечала, сказала, это молодая женщина Мавитянка. Он даже имя ее не говорит. Это та язычница, это Мавитянка, пришедшая с наимене из полей Мавис. Хотя у нее было имя. Она сказала, буду я подбирать, собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома. И сказал воус Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле. И не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей. Откуда черпают слуги мои? И вот здесь самая открывается суть души этой девушки. Сказал и все. Сказал, ну здорово, спасибо. В принципе, это нормально, это по-христиански. Смотрите, что она делает. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли. И сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужестранка. Вот здесь вдруг открывается вот ее сердце. Понимаете, не ожесточенное, не злое. Хотя она понимает свое отношение, что к ней будут относиться, можно сказать, как животное. Это такая чужестранка, это как вот, это просто, просто третий сорт, четвертый сорт. Она говорит, чем я вдруг снисаю? Почему ты вдруг вообще? Ты же вообще не должен обращать на меня. Вообще ко мне это отношение должно быть такое пренебрежительное. И с осознанием того, что к ней должно быть пренебрежительно, она идет, она погоня здесь. Я не буду спорить, я не буду возмущаться. Сейчас я буду собирать и дальше, я буду здесь, я буду там. У меня есть цель, мне нужно кормить мою свекровь, нужно о ней заботиться, нужно для нее трудиться. И она это делает. И тут она говорит, она упала на лицо, смотрите, она упала на лицо, поклоняется, почему ты вдруг обращаешь на меня внимание? И вот он отвечал и сказал ей, мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Вот здесь он открывает, что почему он рассказывает, он видит только реальные причины, понимаете? Он видит, он видит реальные последствия. Первое, он говорит, что ты оставила родину, оставила отца, оставила мать и пришла в другой народ, которого ты не знала и отношения к тебе, ты все это оставила. И ты трудилась и сделала для своей свекрови очень много. Мне, говорит, сказали все, поэтому я к тебе расположен. Если бы этого не было, скорее всего, навряд ли он был бы расположен. Но когда он увидел, он соединился, думает, почему, что это за женщина, почему ее сердце влекло так. А что ее влекло? Ее влек тот Бог, который менял сердце на имени. И дальше он эти, говорит, пророческие слова, которые через несколько глав исполняются. Да воздаст Господь за это дело твое. «И да будет тебе полная награда от Господа Бога Израиля, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Господь воздает тем, кто выбирает его. Чтобы быть добрым, чтобы быть жертвой, несмотря на эту руфь, мы понимаем, что недостаточно просто осознания того, что у тебя же есть родственник, которым ты должен помогать. «Это же моя свекровь, надо о ней заботиться. Это же моя невестка, ну надо трудиться, какая бы она ни была, ладно уж буду, но это же, ну что поделаешь? Выбрал мой сын такую, или взял меня муж с этой свекровью, ну что делать, буду заботиться? Это вот, это наше человечество. Вот так мы поступим, так мы отреагируем. Почему? Ну что делать, это же моя теща, или это моя мама, или это моя свекровь. Это мы так делаем? Почему? Когда мы исполнены зла, и не видим Бога, и не любим Ему, вот так мы реагируем на наши родственные отношения о заботе. Нужно привезти что-то, съездить что-то, помочь, скопать огород, который ерундой занимается, посадить какие-то цветы там эти, не знаю, крыжовник это, еще что-то сделать там, убрать эту полку, да выкинуть все это надо, давно-давно снести здесь все. А у нее этого нету, она заботится. По нам так, по нам. И когда по нам вот так вот у нас жестокосердием и есть. Почему? Когда мы не видим Бога. Когда нету в нашем сердце Бога. Когда мы не прибегаем к Богу. Вот такие мы и есть, такие мы и будем. И ничто нас не исправит. Что сделала Наимень такое? Горе. И во время горя она и раньше уповала на Бога. И когда горе пришло, она поняла, что ей не за что держаться, ей только за Господа. И когда она, держась за Господа, проходила свое горе. Вдруг та, которая, казалось бы, должна была уйти, она остается с ней и говорит, я хочу тоже быть с тобой. Я хочу жертвовать собой для тебя, потому что ты знаешь Бога, потому что твой Бог действует на мое жестокое сердце. Потому что твой Бог меняет. Это Бог, способный поменять. Бог, способный поменять. И когда другие люди видят, что в одном сердце действовал Бог, в другом сердце действует Бог. Представляете, Бог начинает действовать в сердце этого города. Бог начинает действовать в сердце родственника этой Руфи. Почему? Я думаю, что у вас увидел эту веру, которую он видел в своей матери. А кем была мать Ваоза? Она была той, рав. Блудницей, которая укрыла соглядатая, веря, что это люди от Бога пришли. Та, которая жила в стене Ерихона. Та, которая видела, что идет неминуем о гибели, которая захотела ухватиться за Бога. И когда Ваоз увидел в этой женщине, что она тоже ухватилась-то, не просто выжить, она ухватилась за Бога. И Бог сделает сердце. Он захотел, чтобы эта женщина была в его доме. Он захотел, чтобы эта девушка, чтобы в его семье была такая. Он захотел. Это жажда каждого, чтобы в его семье все, жажда каждого мужа, каждого отца, каждой свекрови, чтобы была такая невеска. У мужчин, чтобы была такая жена, которая желает во всякое время ухватывается за Господа. Который во время трудностей берет у основания своей жизни не просто какие-то родственные чувства, а Господа. Потому что больше не на что надеяться. Братья и сестры, на что мы надеемся, когда приходит горе и переживание в нашу жизнь? Не обязательно в нашей жизни должны постигнуть одна смерть, вторая, третья. Зачем нам ждать таких событий, чтобы определиться, будет ли в нашей жизни надежда на Бога или нет? Братья и сестры, Бог нас каждому дает свои испытания. В каждый период жизни. И он желает, чтобы мы могли уповать на Него. И когда я уповаю на Бога, в перспективы никакой не видно. И когда мне говорят, будет тебе полная награда от Господа, потому что ты пришел успокоиться под крылья его. Кажется, а ну когда это будет? Она могла бы сказать, ну что ты говоришь? Ты местный олигарх, ты сделай что-то для меня. Наимин живет в таких условиях, неужели тебе трудно сделать? Возьми 4-5 снопов, повели своим слугам, отнеси. У нее зима будет обеспечена. Она могла так сказать? Имела такое право? Она все имела. Но для нее упование, она понимала, что самое сокровище главное, нет, не люди. Главное, Господь. И она за это ухватилась. И смотрите, Ваос-то как отвечает? Он встречается в его сердце, тоже такой взгляд. Да будет тебе полная награда на господство. Он понимает, что он-то наградить эту девушку не может. Эту женщину он не может наградить. Он понимает, что здесь нужна великая сила Божия. И Бог это устраивает в его судьбе, в его жизни, в жизни этой девушки. Через время мы читаем, что он берет ее в жену. Она становится в этой родословной Иисуса Христа. И вот мы сегодня начали наше собрание, Павел, того, что он прочитал эту родословную. И там написано имя этой женщины. Почему? Потому что она выбирала Бога. Потому что когда пришел кризис, страдания, переживания, она выбрала Бога. Она пришла в народ Божий. Она пришла в дом Божий. Она соединила свое сердце с Богом. С чем мы сегодня соединяем свою судьбу? На что мы уповаем? На происхождение, родственные связи, какую-то свою изворотливость, какие-то свои таланты, способности, мышление, опыт. Что нами руководит? Вот здесь этот пример награды от Господа и жажда того, чтобы Бог был ее Богом. Он свидетельствует о том, что прошли 3200 лет, а мы читаем эту историю, она продолжает нас вдохновлять, нас вдохновляет на то, чтобы уповать на Бога, несмотря ни на что. В какой бы кризис ситуация? Кризис моей веры, кризис моего здоровья, кризис моих взаимоотношений, кризис моего воспитания, кризис в любой, любой сфере. Уповать на Бога – это единственное, что можно надеяться. Если ты сегодня, находясь в нашем служении, всегда уповал на себя, я думаю, у тебя достаточно причин, чтобы начать уповать на Господа, потому что все твое упование на себя, оно заканчивалось плачевно. Может быть, ты сейчас находишься в таком положении, что твое упование на тебя, оно тебя подвело в очередной раз. Оно всегда подводит. Потому что я, мы – это очень мало для жизни. Нам нужен тот, кто знает эту жизнь, и знает вечную, а знает Господь. Видя наше греховное состояние сердец, видя наши сердца, исполненные из зла, Бог посылает Своего Сына на землю, чтобы Он избавит нас от грехов наших. Чтобы пришел тот, который спасет своих, тех своих, тех, которые в своей жизни поняли, что без Бога никуда. Который, уповая на Бога, «Господи, очисти меня, измени мою жизнь, сделай меня способным быть в числе семьи Твоей, быть в числе родства Твоего, чтобы избавить людей, спасти людей своих от грехов их». Это было ордословно Иисуса Христа. Это женщина, которая захотела быть с Богом здесь на земле, и Бог использовала для Своей небесной славы. Бог хочет использовать нас, дорогие братья и сестры, друзья, и каждого человека для Своей славы. И если я сегодня еще живу и не надеюсь на Богу, надеюсь на себя, несчастный человек, через время это обнаружится, обнаружится в твоих взаимоотношениях с твоими близкими, обнаружится в твоих взаимоотношениях на работе, и в твоем бизнесе, в твоем здоровье, везде все это вылезет. Это не будет работать, это все развалится. И если я надеюсь на Бога, это единственная надежда, что может в жизни. И может быть как раз это время кризиса, в котором мы находимся в данный момент, как раз показывает, на что ты надеешься, на что ты уповаешь. Хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы все уповали на Господа, от которого будет полная награда нам здесь, если мы к Нему приходим. Да благослови нас в этом Бог, помолимся Ему. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok